Продолжение следует... ...часть украинских военных. Как сообщают в Минобороны Украины, свыше 50 тяжелораненых бойцов доставили в Новоазовск. Еще около 200 в Еленовку. Вернуть их на подконтрольную территорию Киев рассчитывает через процедуру обмена. Всего на комбинате находилось около 600 военнослужащих. В Генштабе украинских ВСУ сообщили, что гарнизон Мариуполь выполнил поставленную боевую задачу и командирам подразделений, находящимся на Азовстале, отдан приказ сохранить жизнь личного состава. Напомню, оборону города держали силы Азова, 36-й бригады морской пехоты, а также пограничники, полицейские и сотрудники службы безопасности. В течение последних недель российская авиация вела интенсивные бомбардировки территории комбината, а вооруженные силы Украины и бойцы полка Национальной гвардии Азов заявляли о критическом положении и просили международной помощи. Харьковская область. Российские войска отходят от Харькова, второго по величине города Украины. В последние две недели украинские вооруженные силы освободили несколько населенных пунктов в области, а в некоторых районах вышли на государственную границу. Сам Харьков не обстреливает уже несколько дней. За это время российские войска предприняли всего одну попытку запустить ракету в район Харьковского аэропорта, но она была сбита силами украинской ПВО. Западные украинские аналитики склоняются к выводу, что Москва проиграла битву за Харьков и решила полностью сдать свои позиции вокруг города. Причина – успешное контрнаступление украинской армии и проблемы с подкреплением российских подразделений. По мнению военных экспертов, теперь Россия попытается сосредоточить свои усилия на полном захвате Луганской и Донецкой областей. Киев, Москва. В МИД России заявляют, что Украина де-факто вышла из переговорного процесса. В Киеве это подтверждают. Как сообщил советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк, переговоры с Россией сейчас на паузе по ряду причин. Москва не демонстрирует ключевого понимания сегодняшних процессов в мире. Не осознает, что война идет уже не по ее правилам и никак не может отказаться от пропагандистского нагнетания. При этом, добавил Подоляк, переговоры будут возобновлены, а модератором может стать президент Украины. Сам Владимир Зеленский о возможности дипломатического урегулирования говорил по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Политики пришли к выводу, что дипломатический путь требует немедленного завершения боевых действий со стороны РФ и полного вывода войск с территории Украины. Шайфер и Стокгольм. Шайфер и Стокгольм дают убежище курдским сепаратистам. А вот президент России, который всегда называл расширение НАТО одной из главных угроз Москве, заявил, он не видит опасности во вступлении Финляндии и Швеции, поскольку у России нет проблем с этими странами. Киев. Россия не желает забирать тела своих погибших солдат. Поезд и рефрижератор в пригороде Киева показали журналистам украинские власти. В нем хранятся тела сотен россиян, погибших на территории Украины. Согласно нормам гуманитарного права, после завершения активной фазы стороны должны вернуть тела военных другого государства. Но россияне останки своих воинов не забирают. Таким образом, предполагают эксперты, Москва пытается избежать выплаты компенсации родственникам. По данным Украинского министерства обороны, за время войны в боях в Украине погибли 27 тысяч российских солдат. В Москве не отчитывались о потерях с марта. И тогда сообщили о гибели 1351 военного. Берлин, Брюссель. Германия планирует прекратить импорт российской нефти к концу года, даже если Евросоюзу не удастся договориться об общем запрете в рамках следующего пакета санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на правительственные источники. По словам официальных лиц, усилия по заключению сделок с альтернативными поставщиками продолжаются. И правительство уверено, что сможет решить проблемы с логистикой в течение следующих 6-7 месяцев. В Евросоюзе высказались о существующих расчетах за голубое топливо. В Брюсселе подчеркнули, газовые компании нарушат санкции, если откроют банковские счета в рублях для покупки российского газа. Поставки будут считаться оплаченными только в том случае, если выплаты будут проведены в долларах или евро. Таким образом ЕС не согласился на кремлевский механизм оплаты в рублях.